Приветствую вас, дорогие зрители, на канале об экономии на отоплении. Сегодня мы проведем эксперимент. Мы будем дообогревать комнату 11 квадратов с копейками, где-то 11,5. В квартире пятый этаж, девятиэтажки. Комната угловая, то есть вот это вот и эта стена наружная. Здесь лоджии, лоджии деревянные обычные, не застекленные нормально. Как бы старое застекление. Здесь стеклопакет двойной. Двойной стеклопакет. Это стена наружная, белый кирпич. Соседи сверху и снизу обогреваются. Поэтому сейчас в начале эксперимента мы замерим, сколько у нас температура поверхности оградительной конструкции. Пол у нас 19,6. Потолок 21,5. Внешне это внутренняя стена соседки 21,6. Стена в районе конвектора 21,6. А теперь наружная стена 17,9. Так, изголовье кровати 21,3. Температура постели 23. Это у нас одеяло. Постель 21,2. Это в районе конвектора, который пока еще не включен. И там дальше. 19,7. Это постель возле холодной стены. Сейчас у нас показывает в районе кровати. Влажность 41%. Температура воздуха 21,2. Это в районе кровати. Вот. Будем тестировать сегодня. Вот такой вот конвектор. Это знаменитая модель Atlantic. Серия F117. С термостатом магническим. Вот. Мощность номинальная у него 1 кВт. Вот здесь его характеристики. Видите, да? 915-1 кВт мощности. Вот. Он у нас будет дообогревать комнату нашу. Кроме центрального отопления. Значит, расстояние между... Мы сделали расстояние такое вот на книжках. Это 10 сантиметров от пола. Так, чтобы холодный воздух поступал в решетки, которые расположены снизу конвектора. Вот они. Видите, да? Решетки снизу конвектора. Потому что на стены крепления я не хочу сверлить дырки. Он здесь не будет стоять. Вот. И сверху воздух получается вот через эти решетки выходит. И ТЭН вот здесь. Он вроде как здесь закрытый. ТЭН будет нагревать воздух. Вот. Вот мы подключили его в переходник. А переходник подключаем в... Давайте в ваттметр сейчас подключим. Посмотрим, что у нас делается в сети. Так. В сети у нас сейчас показывает, что потребление на уровне 787-782 ватта в час. Напряжение 208 вольт. 50 герц. Есть, да? Посмотрим, что еще нам дает центральное отопление. Температура поверхности батареи 41,1. 41,3. 46, 41,3. В общем, 41,3 это максимум, что дают нам батареи. Наружная стена, кстати. 26. Окно 17,8. А профиль окна 18,2. Так. И что у нас на улице? На улице у нас сейчас 25 января 2016 года. На улице у нас минус 1 градус. Вроде как. Вот. Сейчас мы еще раз обновимся. Посмотрим. Так. Нет. Все-таки 0 градусов сейчас на улице. 0 градусов. Сейчас еще раз будет соединение с интернетом. Да. 0 градусов. Сколько будем выставлять? Нам нужно, чтобы там было комфортно в наружной стене. Ну, где-то, чтобы было выставлено на терморегуляторе. Вот здесь в районе получается напротив и ближе к окну. В этом месте, ну, выставим 24,5. Вроде как этой ночью это было нормально. Для этого я подключаю розеточный терморегулятор МТР2 16-амперный. Моделька розеточная. Мы включаем изначально вилку от конвектора. Потом включаем ваттметр. Вот щелчок. Видели, да? Термодатчик сработал. Значит, температура сейчас здесь 21 градус. И терморегулятор у меня, то есть конвектор у меня начинает работать. Вот время здесь идет, видите? 2 минуты и 5 секунд уже конвектор работает. Максимум выставим 24,5. И чтобы температура не опускалась в комнате ниже 24 градуса. Вот в этом месте. Соответственно, сверху у нас будет теплее. А там где-то вот приблизительно температура такая же должна быть, как здесь. Хотя мы посмотрим. Мы это замерим. А цель у нас дообогреть комнату 24 градусов. Так, чтобы влажность у нас не упала. Влажность не упала. И так, чтобы вот здесь вот, в районе кровати, особенно там, с краю кровати, чтобы было комфортно по ощущениям. Ну и сколько это за все мы заплатим электроэнергии. Денег за электроэнергию. Сколько она у нас фактически будет потреблять. Завтра утром мы продолжим свой опыт. Да, кстати, прошло уже, я считаю, 4 минуты. Мы можем замерить, как изменяется температура поверхности самого конвектора. Видите, красная кнопочка вот горит. У нас означает, что конвектор работает. По термостату мы здесь выставим 26. Вот, но на самом деле, у нас здесь 26 не обязательно будет. У нас будет отключаться. От этого термостата. То есть, если здесь будет 24,5, конвектор отключится. Но если здесь будет раньше 26, нералитам, 24,5, конвектор тоже отключится. Ну так вот, два термостата. Будем как-то с этого выходить. Ну что-то замерим, что у нас будет. Конвектор, в принципе, уже теплый. Давайте снизу, где ТЭН есть. 36,1, 32,8. Где-то в этом месте ТЭН 33,4. Посерединке где-то 45,7, 41,3. Там, где решетки, 71,7. Здесь выходит теплый воздух. Вот показывает 67,5. Да, показывает, что здесь максимум. Так, и в конвекторах есть. Сверху значительно теплее. Корпус сам 53,7. Так, возле конвектора. 31,5 это отражатель. Стена 22,8. Ну, теперь оснаю на утро. Сегодня 26 января 2016 года. Это город Ковель. У нас сейчас 12 часов 1 минута. На дворе 1 градус. Ну, ночью и утром было 0 градусов. Ну что ж, замерим. Фактические потребления. Снимаем, вернее, показатели. Фактическое потребление конвектора. Атлантик F117, 1 киловатт. Максимальной мощности. Для этого сначала. Сейчас у нас получается. Он работает. Так, сначала замерим, что у нас с центральным отоплением. Так, на утро. Ну, уже, вернее, как бы на обед. Отопление показывает 40 градусов. 40 градусов. Не больше. Есть. Давайте, что у нас наружная стена показывает. Как она прогрелась. 20,3. Сверху. 20,2. Это наружка. Так, еще одна наружка, которая выходит на лоджию. Постекленную простым деревом. 23. Так, внутренняя стена со сеткой 24,1. 24,5. 23,8. Так, в районе конвектора. 23. 23,8. Пол. 21,5. Потолок. 24,2. 24,1. Так, постель. Значит, одеяло. В районе конвектора снимаем. 24,2. Так, и так, постель 24,6. 24,5. Так, а постель вот сбоку. У холодной наружной стены 23,4. Есть разница. Так, посмотрим, что у нас в районе кровати. 22,5 температура в районе кровати. 42% влажность у нас показывает. 42% влажность. И еще одна внутренняя стена, которая у нас ограничена с туалетом. 23,5. Есть. Теперь замеряем, как температуру поверхности конвектора. Снизу где ТН 42,4. Посрединке. 57. И решетки, там где выходит горячий воздух. 85, 83, 64. Это перегородка, решетка. Да, где-то вот около 60. Так. Посмотрим, что у нас. Сейчас он работает. Значит, у нас здесь, если вам видно, установлено 26 градусов на термостате, который интервьюирован в конвектор. Сейчас только что он отключился. Видите, вот 24,5 у нас достигла температура воздуха. В районе терморегулятора. И он регулятор отключил. Специально так сделал, чтобы там выставил больше, чем здесь. Чтобы отключала панель именно регулятор. Чтобы у нас как бы опыты по сравнению с панелями все-таки равнялись по температуре вот здесь в районе термостата. А термостата, потому что уровень от пола все-таки его выше, а там конвектор ниже. Термостат на уровне конвектора у нас ниже, чем на уровне розетки. Разница температур, конечно, будет ощутима, потому что холодный воздух он снизу. Поэтому мы ориентируемся на то, какая здесь температура. Сейчас 24,6 показывает. Так, мы видим, что работает конвектор у нас 13 часов 39 минут. Включили на 9 вечера, да. Где-то чуть больше у нас работает. С 9.20 вечера, где-то до 12 дня у нас работает конвектор. Вернее, подключен в розетку конвектор. В таблице мы сейчас посмотрим, проанализируем. А пока посмотрим потребление. Так, ага, ну ладно. Вольтаж сейчас измерим. Так, потребление у нас показывает на уровне 11, подождите, а вот, 11 киловатт, 450 ватт. Углекислого газа за это время 11 килограмм 430 грамм выделилось. Так, проработал конвектор, ну то есть он был, он включался на общее время 13 часов 39 минут. Посмотрим сейчас, какое напряжение на утро. Для этого вынимаем вилку с конвектор, с терморегулятором и вставляем ваттметр лиманцу. Так, сейчас показывает мощность конвектора 825 ватт. 213,9 вольт максимум. Пригрируем 211. Есть. По уровню комфорта сразу скажу, что спало здесь, ну вроде как, вот если вот взять под наружной стеной, немножко, ну меньше, менее комфортно, чем когда работала панель инфракрасная. Вот она рядышком стоит, керамическая. И было выставлено на регуляторе 23,5. Несмотря на то, что мы выставили сейчас на 1 градус больше 24,5, вот, все равно в районе кровати, ну как видим, все-таки температура немножко меньше. Что говорит о том, что лучистой составляющей в этом конвекторе очень мало. Может быть 10% или сока вот эти вот длинные волны инфракраса, которые идут сюда. Вот, их мало. В основном, когда это греет воздухом, который поднимается вот туда вот под потолок. Сейчас, кстати, можно размерить потолок, кстати. Очень, наверное, интересно. Что нам покажет в районе конвектора? Показывает 26,6. Так, стена 26,5. Теперь посмотрим тот же потолок, только вот, ну вот скажем, над термостатом. За розеткой 24,6. Видим, 2 градуса разница. Смежная стена 24,7. Вот, а если вот холодный угол 24,9, да. Вот, у нас перепад, разница потолка над конвектором показывает на 2 градуса где-то больше. Что и надо было доказать. В общем, конвектор больше нагревает воздух, который циркулирует, как бы опускается здесь, но уже опускается немножко охлажденным. Поэтому в районе кровати у нас мы достигли показателя. Сейчас он был накрыт. 23,8, да. Вот такой вот, по комфорту немножко хотелось бы, чтобы было немножко больше. Ну, а сейчас введем в таблицу и сделаем анализ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...